Это территория КАН на телеканале КАР-ТВ, в студии Наталья Гончарова. Здравствуйте! Сегодня в округе более 20 тысяч предприятий, крупных, средних, малых и даже микро. Представляют они абсолютно разные направления деятельности. При этом 40% поступления в бюджет муниципалитета идет именно от представителей малого и среднего бизнеса. И все чаще лидерские позиции в сфере предпринимательства занимают представительницы прекрасного пола, являясь надежными партнерами и целеустремленными руководителями. Стереотипы о женщинах в предпринимательстве ломают и деловое сообщество «Нежный бизнес». Организация в Красногорске тесно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой и местной администрацией. Участницы, количество которых с каждым годом лишь возрастает, одними из первых узнают об изменениях в законодательстве и программах по поддержке бизнеса. О перспективности женского предпринимательства, направлениях развития бизнеса и его поддержки сегодня мы поговорим с руководителем делового сообщества «Нежный бизнес» городского округа Красногорск, Наталья Семенова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Рада вас видеть в этой студии, поговорить действительно есть о чем. Тем более мы встречаемся накануне пятилетия «Нежного бизнеса», сообщества. Так что поздравляю вас с этой датой. И действительно, вот чего удалось достичь за это время, за эти пять лет вообще в целом? Ну и что на сегодня представляет наш «Нежный бизнес» городского округа Красногорск? Спасибо большое за поздравление. И действительно, это такая первая дата, первый молодой наш юбилей, пятилетие. И с гордостью хочется сказать, что у нас открыто сейчас более 50 городов, и Красногорск занимает достаточно лидирующие позиции среди всех представителей нашего большого крупного сообщества. Мы проводим большие мероприятия городского масштаба. В этом году участвовали как организаторы в Дне предпринимателя, поэтому познакомили наших девушек, наших женщин с мужчинами на этом празднике, и тоже повзаимодействовали и обменялись каким-то опытом. Также у нас есть такой конкурс, как «Нежный грант». И насколько я знаю, что у нас единственное сообщество, у которых внутри есть собственный такой конкурс, где участницы получают денежный приз победительницы. Это действительно приятно, то есть достигли уже действительно многого. Но давайте более подробно поговорим и в целом о «Нежном бизнесе», и о мероприятиях, в которых вы участвуете и организовываете, и вообще в целом о женщинах за рулем таких предприятий, которые у нас существуют. Вообще, сколько таких предприятий у нас, где женщина за рулем? И я так понимаю, что даже не все участвуют пока в «Нежном бизнесе». Есть ли какая-то такая статистика общего количества? У нас сейчас в сообществе внутри тех, кто уже к нам присоединились, и активно развиваются уже более 300 участниц. Конечно же, еще не все знают, в процессе каких-то коммуникаций узнают и присоединяются к нам. При вступлении в сообщество девушки обязательно заполняют анкету. Я с каждой девушкой общаюсь. И если кто-то не подходит пока еще для того, чтобы работать с нами, даю какие-то рекомендации для того, чтобы начать свой бизнес. Внутри у нас есть разного уровня бизнеса. Есть и самозанятые, и индивидуальные предприниматели, и уже организации ООО. Соответственно, масштаб у всех очень разный. А направления чем занимаются вообще? И есть ли какие-то, может быть, такие нестандартные для женщин направления деятельности? Ну, не знаю, там, строительство. Ну, чаще всего все-таки им занимаются мужчины. Или там машины, или еще что-то. Ну, вот что-то такое, что нестандартно, но у нас присутствует и достаточно успешно. Да, вы знаете, я вообще не могу сказать, что бизнес можно разделить на женский и мужской. И это не только мое мнение, это вот именно взгляд на то, что происходит и какие бизнесы в свои руки берут женщины. Очень много новых, современных направлений. И женщины здесь подходят мастерски, получая все свои экспертные принадлежности, так, чтобы действительно максимально успешно запускать этот бизнес. Есть, конечно, и, например, то, о чем вы говорите, мебельное производство. Где женщины и на производстве руководят, да, они не просто придумывают эту идею. Вчера, например, у нас была очередная ежемесячная встреча. Была прекрасная женщина, у которой бизнес по производству и аренде туалетных кабинок. При этом она красиво, прекрасно выглядит, успешно, да, и не стесняется рассказывать о таком бизнесе. Да, интересно, и все люди действительно разные. Насколько вообще у нас в Красногорске женский бизнес успешен? Я с гордостью хочу сказать, что очень успешен, потому что женщины достаточно амбициозны. Конечно, есть ситуации, когда нужно все правильно выстроить, потому что у женщины много ролей, да, женщина и жена, и мама, и какая-то идея, может быть, сначала казаться хобби, да, и тут правильно выйти на предпринимательскую деятельность, чтобы экономически и в плане управления, да, это все правильно выстроить. И женщины как раз здесь подходят достаточно целеустремленно, пошагово и структурно. А вот поддержка какая-то есть? Конечно, у нас есть проект, мы его называем территорией VIP, да, для тех, кто хочет, чтобы, можно сказать, за руку, да, помогли пройти определенный путь. Здесь у нас идет и поддержка бизнес-коучей, и наставников, бизнес-наставников, экспертов. Ставим определенные цели в небольших группах, группы до четырех человек, да, и практически индивидуально. Да, да, практически индивидуально получается. И здесь как раз вот в последнем сезоне, да, мы только сейчас запустили следующий сезон, он у нас два месяца длится, мы разделили группы разного уровня, то есть есть те, которые только зародилась, да, какая-то, допустим, новая идея, даже если бизнес-опыт уже есть, но новое какое-то направление, либо девушка самозанятая, как раз из хобби, да, переходит уже в предпринимательство, такой переход. Есть такого уровня группы. Второй уровень, это когда уже понимает, да, девушка, женщина, что происходит, что делает, но хочется процесс докрутить так, чтобы он уже был стойко, да, работал, даже уедешь в отпуск, как говорится, а там все отлично, да. И третий уровень, это когда все работает налажено, как часы, и хочется масштаба, да, это выход, допустим, с организации своей франшизы или масштабирование, да, если мы говорим о предприятиях, о цехах, там, допустим, увеличение там команды сотрудников, да, чтобы объемы и обороты были больше. А сколько по времени вообще вот нужно женщине, ну, вот по опыту, я имею в виду, вашему общению с коллегами, со своими, на то, чтобы действительно из хобби, скажем так, превратилось в успешный бизнес, ее какое-то направление, которое она выбрала? Здесь невозможно назвать каких-то определенных сроков, потому что очень многое зависит, как я уже сказала, от ролей, которые возложены, да, на плечи определенной женщины, и насколько она может здесь выстроить, да, свой режим дня, да, так, чтобы не чувствовать себя, там, где-то плохой мамой, да, плохой женой или что-то, а наоборот вдохновляться тем, что она делает, чтобы ее это наполняло во всех ролях. И это действительно очень часто, да, вот этот запрос, и мы с этим разбираемся, поэтому и в территории VIP подключили коучей, да, потому что здесь где-то вот и с психологией нужно поработать, и с мотивацией, а зачем тебе это нужно, и когда вот это все выстраивается по полочкам, то женщина очень быстро выполняет те результаты, те поставленные для себя цели, и даже часто гораздо быстрее, чем она себе наметила, да, план реализации. А как все успеть вообще женщине? Здесь я вздохнула, да, здесь, конечно, нужно расставлять правильно приоритеты, да, и, конечно, у нас есть женщины, которые хотят все успеть, да, и есть какие-то определенные моменты, которые можно назвать усталостью или выгоранием, да, здесь тоже мы также можем поддержать, да, и поддержка очень интересная, так как у нас наше сообщество, оно не только по развитию бизнеса поддерживает, а мы же друг для друга, да, такое комьюнити, общество, где практически все услуги, которые нам нужны, можно найти внутри сообщества, поэтому у нас есть и спа-салоны, и массажи, те же самые психологи, да, и детские, и взрослые, то есть когда ты чувствуешь, что тебе нужна помощь, то всегда знаешь, обращаешься в сообщество, что можно действительно прийти и тоже получить какой-то релакс определенный, да, и поддержку безусловную, ну и в любом случае пообщаться просто с людьми, единомышленницами. Да, и при этом как бы девушки знают, что это свои проверенные люди, да, которые как бы уже с хорошими отзывами и возможностями. А вот хотела спросить, а если у человека уже, ну, в данном случае у бизнес-леди, уже какое-то предприятие или, ну, такой достаточно большой бизнес, то у нее же, естественно, есть и сотрудники, а вот социальная составляющая, социальная поддержка вот этих сотрудников, насколько больше развита именно в женском деловом сообществе, чем в мужском. Или это не влияет? Скажу так, что не везде это выстроено так, как хотелось бы, да, потому что все-таки мы живем в реалиях сегодняшнего дня, но женщины все задумываются об этом. То есть я пока еще не встретила ни одну женщину в нашем сообществе, у которой есть сотрудники, и она не думает, как организовать корпоратив выездной, да, как придумать какие-нибудь почетные значки тем женщинам. То есть это я про мотивацию, да, больше такую. Конечно же, если бизнес и прибыль позволяют, то уже есть и социальный пакет, да, то есть это все по возможностям. И здесь часто выстраивают поэтапный, да, такой план. То есть женщины, они, наверное, как с материнским инстинктом, да, тут хотят, тоже заботятся. И тем более на сегодняшний рынок с сотрудниками действительно есть очень большая проблема, да, и женщина здесь может организовать так работу, чтобы было приятно работать, да, и хотелось оставаться на этом месте. Но вы же организовываете еще огромное количество мероприятий, о чем мы, собственно, в самом начале говорили, да. Вот как для женщин успеть еще и в мероприятиях поучаствовать? И так, чтобы было интересно еще к тому же. Какой стимул должен быть? Здесь, конечно же, основная, одна из основных задач – это наладить коммуникацию наших предпринимателей и наших жителей, да, потому что зачастую есть такое мнение, что нужно куда-то ехать далеко, искать, да, там… Не хочется, да. Найти время на это. А на самом деле рядом здесь, в нашем городском округе, живет огромное количество предпринимательниц, да, со своим различным управлением бизнеса, которые могут очень качественно оказать эту услугу, товар, да, или там смотря что нужно жителям. И поэтому мероприятия являются такой коммуникацией, да, когда предприниматели, участвуя в них, выходят и показывают себя, да, можно где-то какие-то тестовые пробы, да, можно так сказать, где жители могут попробовать, познакомиться, пообщаться, как минимум узнать информационный, да, вот этот поток, он здесь очень хорошо выстраивается. На кого он направлен прежде всего? Просто на всех жителей или прежде всего именно на сообщество? Мероприятия, да, вы имеете в виду, они у нас как раз есть очень разные, то есть есть те, которые мы делаем открытые для города, да, и здесь я тоже стараюсь выстроить план мероприятий так, чтобы они были максимально полезны, да, чтобы жители уже запоминали нас, хотели эти мероприятия, да, и все складывалось по взаимному такому вкладу, да, даже так скажу. Есть мероприятия внутренние, которые направлены именно на развитие, на обучение, на также какую-то коммуникацию, да, к примеру, на День предпринимателя мы проводили стратегическую сессию на тему социального предпринимательства было очень много бизнеса, да, представителей, те, кто работает с детишками, да, с нашими, это частные садики, школы, какое-то дополнительное образование спортивное, да, и мы пригласили представителей администрации, представителей управления образованием, центры поддержки Мобизнес, внедрили их в команды, да, и там решали такие очень интересные вопросы, где сразу же получали ответы, да, поэтому все были очень довольны со всех сторон, да. А вот поддержка, кстати говоря, от торгово-промышленной палаты, от администрации, насколько сильна и часто ли к ней прибегаете? Запросов, конечно, очень много, да, и какие-то, может быть, сразу невозможно даже реализовать, да, какую-то такую поддержку, но хочу отметить, что наша администрация нас слышит, прислушивается, да, там, где можно помочь, поддержать сразу, всегда у нас идет положительный ответ. С торгово-промышленной палатой мы, можно сказать, в дружеских теплых отношениях и помогаем друг другу на личных, да, звонках, телефонах, если это нужно как-то, то идем в оформление, да, там определенной документации, но здесь мы очень хорошо друг друга поддерживаем, и отношения сложились замечательные. А вот о перспективах развития немножечко сообщества, я понимаю, что более 350 участниц уже есть, но есть ли, скажем так, запросы и больше, и возможности, скажем так, принять? Конечно, я вообще считаю, что для нашего округа это очень маленькая цифра, пока что, да, но так как я уже сказала, да, что с каждой участницей я общаюсь, у нас есть заполнение анкеты, то есть мы не просто всех подряд, да, берем, а есть определенные стандарты, поэтому мы планомерно идем к росту и увеличению, поэтому я думаю, что эту цифру можно увеличить и в два, а может быть даже и в три раза. Это положительный момент, действительно. А вот вы сказали о стандартах, какие, например, ну самые основные, что нужно, можно ли новичку прийти к вам, ведь они тоже хотят за помощью прежде всего обращаться. Да, здесь новички бывают разные, да, так отвечу, есть такие новички, которые очень хотят, да, они понимают, допустим, что они хотят, но есть определенные страхи, незнания, да, с чего начать, какие шаги пройти, и еще бывает, когда какая-нибудь там подруга, соседка или кто-то проходил эти шаги и спотыкался, да, на пути, конечно, здесь... И поделилась опытом. И поделилась опытом, да, здесь тоже возникают определенные моменты. Таких мы, конечно же, принимаем сразу в сообщество и направляем, да, туда, где, в те направления наших проектов, где они как раз получат эту информацию, поддержку, иногда даже индивидуальные, да, какие-то встречи устраиваем, там, с центром поддержки «Мой бизнес», например, где государственная поддержка, и могут не просто как по телефону, да, любой может позвонить по телефону и узнать меры поддержки, а здесь индивидуально для конкретной идеи, для конкретного бизнеса, да, практически с личным сопровождением, вот так вот скажу. А есть девушки, кто, знаете, с таким запросом «Не хочу работать на дядю», да, вот эта вот фразочка, она у нас существует, но не понимает, что нужно. На вопрос «Сколько свободного времени?» можно услышать ответ «А у меня нет свободного времени». Да, то есть это какие-то вот такие звоночки. Желание есть, а вот пока возможности и такого уже сформировавшегося на 100% желания еще пока нет. Да, тогда я больше направляю на… у нас есть отдельный канал, телеграм-канал информационный, где мы о своих мероприятиях рассказываем, направляю посмотреть, что мы делаем, да, чтобы девушка поняла, действительно ли она этого хочет, действительно ли ей к нам, да, чтобы у нас тут такой коннект произошел. По разному направлению, к каждому подходите индивидуально, я так понимаю, в любом случае. А вот с опытными, как они? Насколько они внедрены в сообщество? Действительно, опытные я медбизнес-леди, вот, насколько они внедрены в сообщество, и насколько они помогают тем же самым новичкам, не только вы же. Да, действительно, у нас есть такие женщины, которые очень устойчиво стоят на ногах в своем бизнесе, и у них много ресурса, энергии, и здесь тоже у женщин… Готовы поделиться. Да, возникает сигнал, а куда ее направить, да, и к нам приходят. И я сразу задаю вопрос, а хочешь ли ты работать над нашим городом, да, туда вложить вот этот ресурс над развитием, потому что я считаю, что сообщество, находящееся на территории городского округа, не может никак не взаимодействовать в плане развития, да, чтобы мы совместно здесь шли, и таких женщин мы направляем туда. И у нас есть проектная деятельность, где, по сути, любая инициатива может сложиться в определенный проект. Ну, а вы же, кроме всего прочего, еще такое сообщество, когда можете провести какие-то тренинги всевозможные, то есть не только какие-то такие масштабные мероприятия, как то конкурсы, какие-то территории VIP, там тоже самое, тоже вот это вот сопровождение, но это вот такие вот еще мини-мероприятия. Насколько они полезны и для кого, прежде всего, вот в данном случае, на кого они направлены? Наш проект, да, наше сообщество «Нежный бизнес» создана некоммерческой организацией «Союз содействия женскому предпринимательству», и любая девушка наша может стать членом этой некоммерческой организации. Там, конечно же, открывается еще больше возможностей. Есть и консалтинговые услуги, и юридические, и бухгалтерские, да, и другие. И здесь уже мы выстраиваем такие индивидуальные, да, сопровождения, где можно получить поддержку, и как работать с персоналом, да, и как выстраивать бухгалтерские потоки, там, денежные, юридические, да. И, ну, то есть такие уже консалтинговые услуги, конечно же, у нас тоже есть. Тоже есть. Самое главное, чтобы была поддержка во всем, я бы сказала, потому что ведь люди обращаются совершенно с разными вопросами в какую-то организацию, приходя, неважно, общественная она или какая-то коммерческая, некоммерческая, ну, и так далее, и тому подобное. То есть в данном случае нужна прежде всего поддержка, чтобы выслушали, чтобы поняли и направили в данном случае, показали эту поддержку. Вот еще хотела, знаете, спросить, кроме территории VIP, еще вот у вас же есть проект «Территория успешных женщин», он, я так понимаю, перерос как раз в территорию VIP. Да, это как двухуровневая, да, такая история. Проект «Территория успешных женщин» — это наши ежемесячные встречи, которые открытые, да, которые бесплатные совершенно, где мы не только встречаемся, чтобы лично пообщаться, коммуницировать, а где каждый раз я и мой со-лидер, да, у меня есть помощник очень хороший, мы в команде хорошо работаем, Виктория, мы каждый раз даем что-то очень полезное, да, для того, чтобы это было эффективно, так как у женщины-предпринимателя каждая секунда на счету, да, и здесь важно, чтобы было полезно, приятно, да, и так далее. И, например, вчера у нас была очередная встреча, мы общались на тему продаж, да, что же такое продажи, как их делать правильно, да, как их комфортно делать, чтобы не было какого-то, да, психологического там, как мне продать, где найти клиентов. И было у нас более 30 человек на этой встрече, и каждая девушка рассказала про свои плюсы, лайфхаки, и про свои минусы и проблемы, да, и здесь мы дальше поделились, как их можно решать, повзаимодействовать, и очень интересно, мы все это записали, запротоколировали, да, для тех, кто не смог прийти на эту встречу, чтобы тоже могли ознакомиться. Очень интересно, что одни и те же пункты у кого-то в плюсе, а у кого-то в минусе, да, здесь получилось как раз... Это зависит от, наверное, индивидуальности и от самого бизнеса. Конечно, да, потому что теоретически мы очень много всего знаем, да, сейчас много обучения, различных вебинаров, также господдержка, да, оказывает вот это обучение информационное, но на практике иногда бывает, да, сложно разобраться, как с этим быть и как с этим жить и работать, да, и поэтому здесь вот на таких встречах мы больше практикуем, больше делимся опытом, не просто, как я думаю, да, а действительно практическими какими-то советами. Не теория, а практикой. А вот что касается теории, это тоже немаловажно, это законодательство и так далее, вот эта вот вся поддержка, которые меры поддержки малому и среднему предпринимательству, ну, как раз уж на большинство, как раз именно малое и среднее предпринимательство. Вот как участницы нежного бизнеса узнают об этом, от кого? У нас идет также информирование в нашем чате, да, то есть когда мы узнаем из каких-то других инфоисточников, новые проекты, новые, каждый год меняется, да, господдержка, иногда бывает сложно там в этом разобраться, когда у тебя еще там много обязанностей и дел, а, конечно, здесь мы, я стараюсь точечно, да, направлять какую-то информацию, точечно имея в виду по запросам, да, то есть я знаю, чем занимаются девушки, я знаю, какие есть пожелания, желания, боли, да, бизнеса, и стараюсь именно в этом ключе дать информацию, потому что если все, то это уже не будет видно, не будет заметно, да, а здесь уже идет такое касание предметное. Еще у нас есть очень интересный проект, где мы выступаем организаторами, да, это «Мама-предприниматель» такой конкурс, который проходит каждый год. В прошлом году он был на территории Красногорска, да, что тоже очень замечательно для нашего городского округа, а в этом году пока площадка у нас не определена, поэтому ждем. Может быть, тоже будет у нас. Может быть, очень вероятно, да, что, потому что прошло очень хорошо, где девушки-участницы проходят такое, как акселератор, да, с тренерами в течение некоторого времени, и проходит обучение, как правильно выстроить, как правильно собрать это все в проект, прописать, да, чтобы это была не просто идея бизнеса, и в конце, по итогам защищают свой проект, где сидит очень такое экспертное жюри, оценивают, задают вопросы, да, помогают, и девушки получают также призы, подарки, денежные призы, и в прошлом году как раз девушка из Красногорска, из нашего городского округа, победила в этом конкурсе, что тоже не может не радовать. Конечно, действительно, будем надеяться, что так и будет продолжаться, и дальше наши красногорские бизнес-леди будут побеждать во всех конкурсах, которые будут устраиваться. Ну, а давайте тогда уже немножечко подводя итоги, скажем вообще, куда нужно обращаться, все-таки, я так понимаю, у вас в телеграм-канал, прежде всего, можно писать, вопросы задавать, правильно? Да, все правильно, наш телеграм-канал можно найти, нажать кнопочку «Подать заявку», там встречу я, да, мы пообщаемся, и уже я как бы сопровожу, да, можно сказать, здесь по шагам, куда и что, как нужно к нам присоединиться. У нас есть сайт, на котором тоже можно посмотреть те мероприятия, которые проходят, да, как-то информационно ознакомиться, что мы за сообщество. И другие соцсети тоже стараемся развивать, но не всегда на все хватает рук, поэтому вот телеграм-канал у нас самый активный, да, там, где происходит уже вся вот эта коммуникация. Ну да, и все основные мероприятия, которые там тоже анонсируются, естественно, и я думаю, что и меры поддержки, все там тоже опубликуется, и только вперед, я бы сказала, только занимайтесь, развивайтесь. Я думаю, что все как раз удастся. Ну и ближайшие мероприятия какие у вас планируются? Мы сейчас очень все готовимся к пятилетию, да, о котором мы пару слов уже сказали. Оно будет происходить у нас 16 августа, и будет запуск проекта, мы также это оформили в проект, «Нежный фест», да, такой фестиваль, где будут представлены очень много направлений, там будут и спортивные команды, и мы едем в наши сборные Красногорска побеждать, да, это будет съезд всех городов Нежного, и есть ярмарка, будет организована ручных товаров наших мастериц, мастер-классы, также для детишек, да, будет отдельный спортивный конкурс. И будет концерт, да, и будет концерт, очень интересно организован выставка наших художников-фотографов, то есть там очень много интересных разных направлений, да, и праздник будет открыт для всех, не только для предпринимателей, поэтому действительно мы хотим поделиться, да, такой радостью с жителями, и этот фестиваль будет проходить теперь каждый год, да, и, возможно, в следующем году пройдет в нашем городском округе. Ну, будем на это надеяться. А еще такой момент. В основном, конечно, я понимаю прекрасно, нежный бизнес – это, естественно, леди, но наверняка же спрашивают у вас, интересуются и сильный пол за какой-то поддержкой, потому что вы очень активны, действительно. Да, действительно, у нас есть небольшое количество мужчин в нашем сообществе, двери мы не закрываем перед мужчинами и, наоборот, приветствуем, да, потому что где-то нам нужна поддержка, есть бизнес B2B, да, где мы можем друг друга поддерживать. И у меня был очень интересный случай, когда как раз через чат Телеграм написал мужчина с вопросом, а можно я к вам зарегистрирую свою жену, да, и тут мы стали разбираться, я спросила, а жена погружена в бизнес или вы просто потому что женская? И действительно он боялся, что не возьмут, потому что мужчина, но тут мы все… Ну, хотелось поддержки. Да, очень хотелось к нам любыми путями попасть, поэтому, конечно, мы его приняли, оформили как нужно мужчиной, да, и поддерживаем, взаимодействуем дальше. О, кстати говоря, каким образом он активно, сейчас вот такие люди, мужчины, насколько активно они участвуют в вашем нежном бизнесе? Вы знаете, по-разному, конечно, потому что… Ну, так же, как и женщины, наверное, да? Да, так же, как и женщины, но обычно вот эта, знаете, вспышка какого-то мероприятия, идеи, она, как правило, у женщины чаще происходит, но это то, что я вижу, да, потому что какая-то вот творческая тут история женская, она больше проявляется, поэтому мы что-то придумываем, начинаем организовать, и мужчины к нам присоединяются. Понятно. Ну, я думаю, что будет так еще больше мероприятий, и будут креативные идеи не только теперь уже от женщин, но и от мужчин, которые тоже у вас в сообществе присутствуют. Спасибо вам большое. Мне остается только напомнить, что сегодня мы говорили о нашем деловом сообществе городского округа Красногорск, «Нежный бизнес», и в гостях у нас была его руководитель Наталья Семенова. Спасибо вам большое. Всего вам самого доброго и прекрасного развития вашего чудесного, скажем так, проекта, ну, вообще всех проектов и, естественно, сообщества. Спасибо большое. Это была «Территория К» на телеканале КРТВ. В студии была Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин